Добрый день, дорогие телерадиослушатели, подписчики, серферы, бездельники. Мы продолжаем наши обзоры. Сегодня день эфиров. Много интересных эфиров с датюком поставили. Но эфир, конечно же, сегодня должен быть по Трампу Зеленскому и всей той... Я даже не знаю, как это назвать, потому что это и трагикомедия, и трагедия, и драма. Короче говоря, Украина в очередной раз замутила... Точнее говоря, мы, возможно, и не мутили, но вот как-то все получается, что у нас такая карма, что в результате наших преднамеренных, непреднамеренных действий все оказываются в каком-то говне, в котором волю судьбы вынуждены участвовать, страдать, мучаться, постоянно выгребать, получать подачи с самых разных сторон. И Украина во всем этом спектакле играет роль такой страны, с которой лучше не связываться, потому что пытаешься и все это Трамп, Байден, кто там все остальные, Ангела Меркель, они говорили, мы друзья Украины и так далее, но это ровным счетом для их судьбы никакой положительной роли не играет, потому что в итоге оказывается, что Украина наказывает их. Как ты там сказал, что... Ну, у каждого есть этот свой ад, да, и вот для прострафия всех-всех государств вот в аду их пытают Украиной. Вот так оно все и выглядит, собственно. Давай, теперь если по-серьезному и так. Серьезно. Прошла пресс-конференция Трампа с Зеленским, вывалили стенограмму, пошли заявления, пошла реакция прессы западной в Европе, в Штатах, пошла реакция от европейских политиков по поводу помощи Украины, потому что Трамп сказал, что, дескать, мало Европы там работает и так далее, и так далее. Вот у тебя основные тезисы относительно произошедшего. Что ты увидел? Ну, смотри, тут нужно разделять брифинг. Ну, я возьму все вместе, да. В принципе, я и статью, она на хвыле есть, можно ее почитать уже. Я писал, я объединил там все. И брифинг Трампа Зеленского после их встречи, которая длилась час, около часа, может, чуть меньше. И по стенограмме, вот этим событиям, которые предшествовали переговоры Трампа и Зеленского. То есть я сделаю следующие выводы. Вывод номер один. Украина, как всегда, и как так получается исторически, в очередной раз оказалась вот таким фактором, который уничтожает разных политических акторов наперню. Вот, причем я тут действительно соглашусь, что как бы тут, ну, мы абсолютно ничего не делали для этого. То есть это вот само по себе произошло. Джо Байден, который в 2014 году решил устроить карьеру сына в газовом бизнесе в Украине, сейчас пожинает эти плоды, поскольку, ну, нельзя просто так связаться с Украиной и решить, и тебе это все сойдет в руку. Тем более в газовом бизнесе. Тем более, короче, это так просто не проходит. То есть, смотрите, любовь к сыну, она вот наказывается в Украине. Да, она... И к дочери тоже. Да, вообще все наказывается в Украине. Вот все, любые действия, они требуют какой-то платы кровью, или политической, или, ну, в общем, все, кто связываются с Украиной, вот это вывод из этой ситуации, они политически особенно умирают долгой и мучительной смертью. Джо Байден сейчас, значит, страдает от того, что он сделал в 2014 году. Где-то, значит... А, Дональд Трамп страдает, потому что он решился сделать один звонок в Киев, в офис президента. Зря он это сделал, не надо было. Надо было встречаться тет-а-тет, потому что... Только с Манафортом закончилось. Да, и где-то вот из тюрьмы смеется, то есть, плачет Пол Манафорт, который решил тут заработать денег. Но это тоже нельзя, просто так приехать в Украину и заработать денег. Это чревато заканчивается. Вот, и еще куча десятков, на самом деле, других иностранных всяких лоббистов, политиков и других людей, которые вот сейчас наблюдают за этим, кто смеется, кто плачет, не знаю. Смеются, конечно, я считаю, в Кремле, скорее всего, потому что для них эта ситуация, я представляю только, насколько она веселая. Я на Фейсбуке писал у себя, что мы Путина и Россию, как агрессора, мы добьем, вот наша стратегия, она в этой ситуации стала понятна, мы добиваем смехом. То есть, когда другие все инструменты, они не работают, то мы вот доводим просто людей либо до безумия, либо до смерти от СМИ. Да, то есть, я заметил. Короче, первый вывод, значит, Украина – это утилизатор всего. То есть, это черная дыра, которая засасывает в себя все, что есть. При этом мы сами добиваем. То есть, если не добили, то надо добить окончательно. Вот сегодня Алексей Гончаренко вышел с инициативой, а давайте, мол, и мы обнародуем стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского со своей стороны. Надо, чтобы сверить два варианта. А я так еще подумал, а давайте обнародуем, ну-ка, ты тоже об этом писал, давайте все обнародуем. Если уже уничтожать, то давайте вообще утилизируем вот эту вот суть конфиденциальных частных разговоров лидерам государства. Мы будем пионерами в этом. Ты помнишь, когда большевики победили в ноябре 1917 года, они вот эти все тайные договора царского правительства по проливам, все эти протоколы, да, они все опубликовали. Все опубликовали, там это был шок вообще. Ну, в принципе, традиции есть. Ну, традицию можно продолжить и тоже удивить всех, шокировать, и чтобы оставаться в топах новостей. Нам же всегда льстит, когда мы в топах глобальных СМИ. Вот это первый вывод. Значит, второй вывод, может быть, более же серьезный. По стенограмме, да, на мой взгляд, я как бы думаю, там это все понятно, то есть действительно президент Трамп попросил, президент Зеленский пообещал. Все. То есть там это все, в принципе, видно. Да, там понятно, что вот эта, как бы, вся ситуация, она немного раздута. Из-за того, что она была раздута демократами, они создали вот этот мыльный пузырь смыслового пространства, который оставляет поле для интерпретаций. Потому что они сами в этом виноваты, не надо было из этого делать фетиш. Для американских зародоемов наступают темные времена. Да. Не усвоили уроки они из расследования Роберта Мюллера, когда сделали то же самое. Они из этого расследования создали какой-то вот сумасшедший, значит, ну, в общем, чуть ли не вот священное оружие Господа. И, в общем, потом оказалось, что это просто пшик. И вот сейчас у них происходит подобный кризис. Это все оказалось не так драматично, как было. Да, конечно, видно, что там какие-то мутки, какие-то договоренности, судя по всему, были. Ну, поскольку мы же все, ну, я думаю, да, просто я видел там, люди придирались к терминам, типа, ну, вот, мол, ну, Трамп же, он же не давил, он же не шантажировал Зеленского. Он просто сказал, он просто попросил. Ну, мы, я думаю, как бы с тобой не наивные люди, понимаем, когда президент США просит оказать услугу главу государства, которая зависит от этих же США и не является собой ничего субъекта международных отношений, мы понимаем, как эта услуга выглядит. Ну, да, типа, Трамп, дай нам военную помощь. Да я, конечно, дам, но там, кстати, дело есть по Байдену. Сделать одолжение. Это маленькое, маленькое. Я ничего, конечно же, там, я ничего субъекту. Просто позвоните моему адвокату. Да, Руди приедет. Да, да, еще мой генпрокурор приедет, а еще с ним спецпрокурор, который расследует там дело с 16-го года. Ну, просто вот пусть приедут, встретят их. Just call me. Just call me. I will put you to the phone, значит, все нормально будет. Вот, поэтому все это понятно. Значит, я думаю, здесь этот вывод понятен, ну, для всех. Вывод номер три. Значит, я увидел там, на самом деле, кое-что, на что у нас мало обратили внимания. Если убрать в сторону вот это обещание по поводу расследования дела Буризма Холдинс, где работал сын Байдена, есть еще одна вещь, которую президент Зеленский пообещал в ответ на просьбу Трампа. Это касается расследования истоков вообще возникновения вот этой ситуации с Раша Гейтом в 16-м году, когда Трампа обвинили в сговоре с русскими. Как, ну, ты помнишь, и я думаю, многие, кто нас смотрит, это помнят, да и все знают, что эта же вся хрень началась с Украины, опять же. Когда слили черную бухгалтерию партии регионов, потом это ударило по Манафорту, которого убрали, и сейчас он сидит в тюрьме. Потом кто-то взломал серверы демократической партии, слили имейлы Хиллари Клинтон, потом мы поддержали Хиллари Клинтон, но это получилось так тупо, что мы испортили отношения с Трампом. Ну, в общем, суть в том, что после расследования Мюллера Трамп, естественно, был такой злой на то, что демократы вот начали, ему два года парили мозги, что он решил им отомстить и назначил расследование уже, того, как демократы пришли к тому, чтобы обвинить его в сговоре с русскими. И Зеленского он просил в этом разговоре, чтобы он занялся расследованием взлома серверов демократической партии, в которой в этом взломе подозревали, что к этому причастна компания CrowdStrike, которую он там вспомнил. Это частная компания по кибербезопасности, которая, как говорят, принадлежит какому-то из украинских крупных бизнесменов, назовем это так, или олигархов, точно непонятно. Короче, суть в чем, он решил повесить на нас еще и вот это. А это уже серьезно, потому что было много разговоров о том, что к этому причастна Россия, русские хакеры, это все они там пытались, и сейчас получается, что он пытается это все обыграть, чтобы Украина сама провела расследование, сама этим занялась, сама нашла доказательства, и мол, короче, сами вот в своем вот жиле, вот и копаетесь там. Короче, унтер-офицерская вдова. Да. Сама себя отхлестала. Вот. И теперь вот, мол, вот вам все, вы же сами все начали, сами все и разгребаете. Вот. И это опасно почему? Потому что, во-первых, всю ситуацию просто полностью с 16-го года до сегодня вешают на Зеленского и на нас. Нахрен нам она нужна? Это хороший вопрос. Второе, это чем эта ситуация грозит нам? Грозит полномасштабная конфронтация с демократами и с эстеблишментом. Потому что это не просто уже расследование какой-то там компании, где сын Байдена вроде как был, что-то чем-то занимался. Это уже вопрос принципиальный для демократов. И это вопрос, связанный уже со всем вот этим расследованием Мюллера. Ну и в-третьих, это выгодно России. Потому что Россия тут вообще не фигурирует, получается. Я еще уточню, потому что большинство не понимает, в чем проблема, значит, была с Байденом и сыном Байдена. Да-да-да, надо объяснить. Я на Фейсбуке у себя сегодня вывесил статью двухлетней давности, она даже больше, она в марте была, в марте 17-го года, на хвыле была написана, именно как раз по этой ситуации. Суд заключалось в следующем, что генпрокурор Шокин вел там дела по буризме, которые возглавлял бывший регионал Злачеевский, и в которой, на предательном совете, там или где, был этот младший Байден. И все эти дела, естественно, бросали плохой след на младшего Байдена. Так вот, когда перед отставкой, перед уходом со своего поста уходил Обама, то буквально за недели, там сколько это, за недели две, в конце 2016 года сюда прилетел вице-президент Байден и срочно потребовал отставки Шокина. Ну, вы помните этот скандал, он тогда в Верховной Раде, по-моему. Да-да-да. Вот. И вот якобы эта отставка Шокина, которая возбудила уголовное дело против Боризмы, там и ее достаточно четко ввел, она была привязана к оказанию Украине технической помощи в один миллиард долларов. То есть, ну, в принципе, если... Кредит, это был кредит. Кредит, да. Кредит, ну, под маленькие проценты. Да-да-да. Там сколько они по... 1,1, 1,7, что-то круче. Под очень маленькие проценты. Вот. И, конечно, при натхнении там, да, можно найти некую коррупционную связь и желание, опять-таки, из-за любви к сыну помочь нам ему, да. И, в общем-то, Байден и Трамп, вот почему, скажем так, очень серьезно занять эту ситуацию. Байден не хотят, а Трамп понимает, что он любит, потому что... Как это отказывается на раскладе в стане демократов накануне праймерис? Ну, смотри, суть же очень проста, как бы, ни для кого не секрет, судя по сегодняшней социологии, уже ее публикуют четыре месяца подряд, что Трамп проигрывает Байдену, причем, вот, накануне этого скандала на 15 пунктов. То есть, это просто, ну, это большой разрыв, на самом деле. Более того, Трамп не просто проигрывает Байден, он проигрывает всем остальным кандидатам от демократов еще четырем. Так вот, конечно, ну, в такой ситуации его штаб и его команда решила, надо что-то найти, надо найти, как-то его, вот, обрушить его рейтинги этого Байдена, поскольку, не могут они ничего с ним сделать. И вот они решили взяться, вспомнили об этом деле, решили за него взяться, чтобы, причем, самое интересное, что им, их вполне устраивает, если даже ничего не найдут, вообще ничего, то есть, их вполне устраивает, что вот сам факт возобновления расследования, они сразу скажут, о, значит, что-то там есть, разы восстановили. А во-вторых, любая информация просто о том, что там, да, действительно, например, в компании были какие-то там оборудки, в то время, когда там был Синбайден, все, этого достаточно, чтобы связать, создать вот этот ассоциативный ряд, ну, американцы особо разбираться никто не будет, как и у нас, это же, как бы, та же суть по выборам, да, то есть, вот, как бы, ассоциативный ряд, что Байден, коррупция, значит, какие-то сомнительные схемы и кумовство, это же тоже вообще, как бы, к нему претензия, то есть, главная претензия к Байдену, на самом деле, во всей этой, во всей этой схеме, это, чем он мотивировался, когда давил на украинское руководство обязательствами перед Америкой, за которые они платят, но, как бы, республиканцы считают, что нет, там был более, интерес более личный, связанный с сыном Байдена, насколько это правда, никто до сих пор не знает, потому что, ну, эта компания, в общем, уже Хантер Байден, там, вроде как, и не работает, ну, входил в совет директоров, ну, в общем, не суть, так вот, поэтому, сегодня, после этого скандала, конечно, он ударил и по Трампу, и по Байдену, причем, у Байдена немножко рейтинги просели, и сегодня выгоду главную от этого скандала получают его оппоненты в демократической партии, сегодня его рейтинг сравнялся с вторым номером в демпартии, это Элизабет Уоррен, у них сейчас одинаковый рейтинг, вот, и Берни Сандерс их нагоняет, и Трамп, у Трампа чуть-чуть просели рейтинги в общенациональном масштабе, то есть там сейчас 41-42%, но его репутация среди республиканских избирателей вообще никак, вообще никак не отразилась, то есть там рекордные 90-91%, ну вот, ну то есть суть, опять же, как и с расследованием Мюллера, и проблема, кстати, вот этих скандалов, что они никак не меняют позиции вот у их избирателей, то есть демократических и республиканских, они остаются на своих позициях, на колеблющихся пока что это серьезно не отразилось, но мы будем смотреть, надо посмотреть еще пару недель, как они, что будет дальше. Стратегия Байдена на самом деле такая же, как и в 2016, ой, Трампа такая же, как в 2016 году, размывать электоральное поле, и добиваться максимальной концентрации своего, что у него в принципе и получается. И поэтому в этом плане тема с Байденом для Трампа, конечно же, является подарком судьбы. Но эта тема, судя по всему, для нас подарком судьбы не является, она очень токсичная, потому что она отражается не только на взаимоотношениях со Штатами, но и с Европой. И там тоже были запакованы ряд МИД, которые взорваны. А это вывод номер 4, который я тоже описал в статье, что стенограмма на самом деле, она больше бьет по Зеленскому, чем по Трампу. По той причине, что вот я сегодня утром и вчера вечером, сегодня утром, я прочел, ну, статьи по об Украине, они были во всех топовых СМИ просто. И, ну, сейчас тоже повыходили более аналитические такие статьи в западных изданиях. Везде один и тот же тезис. Украина становится токсичной. Ну, мы это поняли давно, конечно, но там сейчас такие настроения, что вот токсичная, слишком токсичная и, мол, что вот у Зеленского дипломатический кризис, как они это называют. И да, его, конечно, критика в адрес европейских лидеров, ну, к нему претензий прямых быть не может, потому что мы все понимаем, что это частный разговор был, никто не предполагает, что они вообще... Ну, ничего, подожди, во-первых, ничего. Не-не, имеется в виду, что никто не предполагает, что вообще это публикует. И плюс мы давай заметим, что на самом деле, ну, по большому счету, и Зеленский, и Трамп, они в какой-то степени, не в какой-то, а в значительной степени правые. Да, конечно. Франция и Германия. Ну, смотри, я частично согласен, потому что, да, с одной стороны, мы можем говорить, и мы об этом часто говорим, даже у нас в институте будущего, о том, что действительно европейцы, те же, они там могли помогать больше, могли давать больше, могли делать больше, но не хотели, потому что невыгодно. Ясно, это все понятно. Вот, но с другой стороны, во-первых, ну, нельзя говорить, что они ничего не делали, они действительно до хрена денег влили в Украину. Другой вопрос, что с этими деньгами случилось. И денег больше, чем что-то. Да, потому что, например, они сказали, и это действительно правда, что они за 6 лет дали нам 15 миллиардов евро по грантам и займам, да, то есть, которые все эти, это все по программам реформирования, ну, реформы и так далее. То есть, куда они делись, это как бы отдельный вопрос. То есть, нельзя сказать, что ничего не делали. Другой вопрос, взгляд немножко несерьезный, потому что, ну, как бы мы много, конечно, можем говорить, жаловаться на то, какие они все циничные, там, ублюдки сидят, но с другой стороны, ну, во-первых, и штаты такие же, начнем с этого, все такие же, у всех свои интересы, да, как бы, ну, жаловаться, это как получается, жаловаться на то, что вот в международных отношениях отсутствует мораль. Ну, да, так и есть, ну, то есть, это все как бы вот такая суть, и суть в том, что мы-то как бы тоже сами виноваты, потому что мы не смогли изменить эту ситуацию, мы не смогли их убедить в том, чтобы они делали больше, или сохранили тот уровень вовлеченности в процессы, который был в четырнадцатом году. Мы не смогли, ну, и они, как бы, посмотрели на это, решили, ну, зачем? Ты знаешь, это напоминает, что, как вы ночью идете, там где-то по трещине, или борщеговке, там к вам подойти гопники, там что-то забрать, сбить и даже убить. Да, ну, и ты, если ночью идешь по борщеговке, или по трещине, то, ну, да, конечно, плохо, когда есть гопники, и вообще, но с другой стороны, ты должен понимать, как взрослый человек, что на тебе тоже есть ответственность, где ты ходишь, когда ты ходишь, и последствия, которые ты получаешь, потому что лучше последствия избегать, и это есть плохие последствия, потому что это и есть состояние взрослого человека, потому что он соотносит свои возможности со своими потребностями. И проблема Украины в том, что она как раз таким взрослым человеком, как государство, как некая общность социальная, она вот так и не стала, потому что мы все время переносим свою ответственность на кого-то другого, и ждем, что кто-то другой, вот на этой троещине глобальной, там, или борщеговке, он будет относительно нас действовать, исходя из каких-то законов морали, гуманизма и так далее. Короче говоря, мы надеемся, что фатум к нам будет благоволить, это то, что мы с Дайсюком вот сегодня обсуждали, посмотрите ролик, и от этого отталкивается все, будет как будет, но, опять-таки, мы хорошо понимаем, что когда ты находишься в роли песчинки, там, или соломинки, которая плывет по бурной реке, то рано или поздно эта старинка или песчинка налетит на какие-то камни и может даже там ей быть очень бурно. Да, и вот, кстати, в этой сценограмме, собственно, я вот в словах Владимира Зеленского и увидел вот эту вот суть, вот эту проблему нашу, когда мы, ну, мы просто, вот он жалуется на Меркель, Трампу, да, то есть, но эта позиция, она такая, она достаточно поверхностная, то есть, ну, а смысл, ну, жалую, ну, ну, что дальше, да, то есть, ну, как бы, нужно подходить к этому более серьезно, не жаловаться, да, то есть на то, что вот кто-то помогает, а кто-то не помогает. Может он, знаешь, может он играл на неприязни Трампа к Меркелю, потому что мы все знаем, что Трамп любит издеваться над Ангела, и нет никакого пиетета. Но это, кстати, вот вывод номер пять, последний, как бы, потому что я понял, что, делая ставку на Штаты, мы, конечно, ну, судя по стенограмме, мы сделали так, ну, как бы, хорошую ставку так на США, может это было только в этом разговоре, я этого не знаю, но прикол в том, что, конечно, тайминг публикации стенограммы крайне неудачен, потому что скоро встреча в нормандской четверке, и вот эти вот слова Зеленского, конечно же, я не уверен, что они привели в восторг европейцев, а поскольку, опять же, да, мы можем к ним относиться, как хотим, но на сегодняшний день мы зависим от них полностью, и, судя по брифингу Зеленского и Трампа, Штаты, к сожалению, несмотря на все попытки Зеленского подыграть его время разговора президенту США, он не особо заинтересовался вовлечением в процессы Донбасса, если ты слышал эту фразу, когда он сказал просто, ну, начали говорить про Донбасса, он говорит, ой, я надеюсь, что вы с Путиным сядете и все там разберетесь, да, то есть он, по сути, перекинул, разбирайтесь там с Россией, как хотите, вот, вот и вся, и это, кстати, очень показательно, то есть он просто, по сути, продемонстрировал, что им не очень интересно в это влазить, они не хотят, особенно после этого скандала, тем более, я думаю, они сейчас уже не захотят вообще вступать, не во что же связано с Украиной, и по сути, теперь мы зависим, на сегодняшний день остались на вот волю Франции и Германии. На самом деле, я думаю, что Трамп, он как бы таким образом дает, штаты, конечно же, вовлечены в это все, но он просто, он дистанцировался для того, чтобы он кинул пасно в сторону Европы, и в случае всех негативных шишек, которые могут повалиться по поводу сделки между Путиным, Европой и Украиной по поводу Донбасса, чтобы сказать, типа, ну, это же не сами договорились, мы тут особо не при делах, это же их зона ответственности, вот они пусть там... Плюс есть же еще вот этот фактор, опять же, тоже, ну, ни для кого не секрет, что Трамп симпатизирует Путину, и как бы он так всегда избегает его критиковать, и даже когда по Крыму зашел вопрос между Зеленским и Трампом, то он как-то так очень быстро съехал, и это тоже, я думаю, повлияло, этот фактор, что он не хочет особо вот светиться, еще по причине того, что он не хочет портить свою персональную дипломатию с Путиным, которую он сам считает успешной, он действительно считает, что он установил контакт с Путиным, только у него этот контакт с Путиным успешен, все вот его критикуют, но они все типа ничего не понимают, и он вот не хочет через Донбасс портить отношения с Москвой, и это тоже, конечно, для нас не очень хорошо, с точки зрения, ну, общей такой стратегии, да, если строить там свои позиции. Резюмируем, и того, что, какие вот, знаешь, сейчас там все звонят журналисты, и говорят, какие выводы по поводу того, каким был успешный, неуспешный визит Зеленского в Штаты, ну, я считаю, что визит был фееричный, вот на фоне всего этого, это, наверное, никогда в истории взаимоотношений США и Украины, он не был настолько посвечен в СМИ, и в нем, и, наконец-то, вся общественность, скажем так, даже там какие-то работяги, там где-то в Айове, глубоко, где-то в Вермонте, там какого-то, они узнали, что существует Украина, и это не Россия, это вот что-то более страшное, да, хотя кто-то, там и становится второй Россией, как в Кабинетном ролике было, да, то есть, вот это главное видит, что узнаваемость Украины резко повысилась, я думаю, и надолго, скажем так, она теперь будет, по крайней мере, в ходе сюжета в избирательной кампании в Штатах, она будет вновь и вновь воскресать, что еще? Мы вошли в повестку, по крайней мере, информационную, информационно-политическую, да еще, да и внутриполитическую Штатов, невольно, вот это тоже, как бы важно, что мы, по сути, просто вот плаваем, то есть, это как вот, мы там плыли по какой-то реке, и тут там, не знаю, повеял ветер, и нас внезапно там куда-то завело, и тут мы оказались вот в Штат, в штатовском информационном пространстве, все всплыло, то есть, мы не властны над собственными коммуникациями, и над собственной ролью и судьбой, по сути, то есть, мы просто вот... и на хвыле, я вчера напубликовал статью, Генны Друзенко, которая сейчас в Штатах, кстати, как раз там, конституционализмом занимается, глубоко, и он написал очень неплохую статью, по поводу того, что Украина, как бы Украине не стать Моникой Ледицким, для Трампа там, да, и вот самый главный вывод, который он в конце делает, это о том, что, ну, как-то странно получается, что мы отчалили от России, но причалили как бы не туда, куда катили, а причалили в такой латиноамериканский жесткий вариант, только, есть же Латинская Америка разная, там есть Чили, есть Бразилия, там, да, а есть, ну, страны пострашнее, там, да, типа Венесуэлы, там, или какая-нибудь... Эквадор, на самом деле, если сравнивать ситуации, вот, по уровню токсичности, вот, типичная страна, с которой Штаты, ну, вынуждены иметь дело, потому что они туда решили зайти, но она настолько токсичная, что их уже начинают бесить, это Эквадор, просто вот, вот мы, мы, мы новый Эквадор, мы к этому скатываемся, что мы, ну, становимся такой, типичной, значит, токсичной, значит, третьей страной, где, ну, как бы, такой, дикий запад, и, в общем, мы несем всем ужас, страх, и, ну, кошмар, наяву. поэтому, вот, на такой, минорной ночь и закончим, что, повода для оптимизма не очень, повода для веселья с головой, потому что, в принципе, такой, глобальный 95-й квартал развернулся на наших глазах, и, с другой стороны, это вписывается в логику страны-аниматора, которую я там уже лет 10 постоянно разворачиваю, говорю, что мы страна-аниматора, которая всех развлекает, и с нами и страшно, и весело, да, то есть, с одной стороны, так все прикольно, а с другой стороны, когда заиграешься, то это получается такое сочетание игры престолов с карточным домиком и слугой народа. И шоу Бенехилла. Это вот это. Да, и получается с учетом занятым. Поэтому, вот на этом мы заканчиваем, обнимаем, целуем, не падайте духом, потому что впереди еще много грозных испытаний, через которые нужно пройти с высоко поднятой головой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok